МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ. В студии Дарья Калинина. Мы показываем новости Читы из Байкальского края. Спонсор выпуска Прииск Соловьевский. Прииск Соловьевский одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Странная приемка дороги. Пожалуй, по-другому это мероприятие назвать вряд ли получится. Время и место обозначено одно. Участники комиссии в этот момент работают на другом участке. О том, как это было в выпуске. Богатый край и такой бедный город. Почему так? Разбираемся в этом выпуске. Изменения в бюджет, учеба с Щегловой и награда для Иванченко. Смотрите в этом выпуске. Хотите повысить свой социальный статус? Желаете получать достойную заработную плату? Выбор есть. Одна из лидирующих управляющих компаний в Чите приглашает на работу соискателей. Все подробности смотрите через пару минут в выпуске новостей. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в районе 12.30 по местному времени на котельной компании «Энергокомплект» произошел взрыв. Старший помощник руководителя следственного управления СК по Забайкальскому краю Гурмарков заявил, что причины взрыва устанавливаются. На месте работают оперативники следственного управления. И по окончании проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Глава администрации Ингодинского района Читы Михаил Шибаев сообщил о журналистам, что ЧП случилось при пробанном пуске котла. Пострадали два человека, которые госпитализировали в больнице города. Пока основными являются две версии. Это взрыв газовоздушной смеси и тот самый пресловутый человеческий фактор, под которым можно понимать как низкую квалификацию рабочих при обслуживании оборудования, так и злой умысел. Подробности версии в ближайших выпусках наших новостей. Крайне странная ситуация произошла с журналистами и читинских СМИ во время приемки дороги. Корреспондентам не сказали точный адрес, вернее сказали, но не всем. Сама приемка была больше похожа на встречу давних товарищей. Походили, поговорили и разъехались. Анжелика Понебрашна о ситуации, которая вызвала много вопросов. 11 часов утра. Перекресток улиц Нечаева-Журавлева. Журналисты местных СМИ именно здесь и ждут приемочную комиссию. О мероприятии всем было сообщено заранее. Однако спустя время томительных ожиданий выясняется. Специалисты работают в двух кварталах выше улицы Матвеева, о чем по непонятным причинам прессе не сообщили. Правда, сотрудниками на момент нашего приезда была уже отработавшая съемочная группа правительственного СМИ. Просто мы-то стояли длительное время на Журавлево-Нечаево и ждали всех там. А то вы не видели нас кварталом выше в полосатых этих жилетах, да? Нет, не видели. Как бы мы вас увидели? Вам надо бинокль, с биноклем ходить. Тогда бы вы увидели. Логики в словах Андрея Костина нет абсолютно. Скорее, циничная насмешка. Лицезреть рабочих за два квартала способен разве что человек со сверхспособностями. А теперь два слова о том, почему эта ситуация так задела. Не так давно у нас вышла серия сюжетов про Августина Бодосяна, подрядчик которой также во время приемки дорожного полотна с целью скрыть от глаз публики недочеты, на съемочную группу налетел с лопатой в руках. Я тебе говорю, убирай камеру. Сейчас вот лопатой, давай в камеру. А это уже угроза, кстати. 144-я статья предоставит журналистской деятельности. Не надо пропустить. Убирай камеру, убирай. Почему? Камеру убирай. Я не знаю такого человека с такой фамилией. У меня такого подрядчика не было. Здесь тоже, скорее всего, куратор этого участка дороги лукавит, но не будем пока на этом заострять внимание. Приемка без журналистов равно сомнительная приемка. Итак, мы на месте. Ремонт произведен на участке протяженностью 2,6 км от улицы Серова до Матвеева. Это один из наиболее протяженных для модернизации участков. Здесь множество социально значимых для горожан объектов. Агинский Датсан, зоопарк, госуниверситет, дворец детского творчества, а еще школы, библиотеки и детские сады. Здесь же и крупный торговый центр. Стоимость работ чуть больше 121 миллиона рублей. Подрядчик – стройсервис. Рабочие провели замену дорожного покрытия, установили бордюрный камень и обустроили тротуары. Без дефектов и недоделок не обошлось. По словам представителя МКУ «Городские дороги», выявлена их была самая малость. В частности, газоны в строительном мусоре, отсутствие горизонтальной разметки на парковке и неподнятая часть люков. Рабочая комиссия это выявила и устранила. А потому эта приемка вызывала ряд вопросов. Ощущение, что проходила она чисто для галочки. Для чего нужно было приглашать сюда журналистов, абсолютно непонятно. Честно, я не могу вам этого не сказать. Мне все равно очень смущает эта приемка. Вот эта приемка мы первый раз только в жизни видим. То есть никто нигде не ходит, ничего не осматривает. Вы сами с собой уже это прошли, посмотрели. До этого тоже это прошли, посмотрели. Нет, нет, я еще раз повторюсь. Приемка осуществляется в два этапа. Это рабочая комиссия, где вот все ходят, смотрят, проверяют. А приемочная комиссия, это уже смотрим, как исправили все недоделки. То есть у вас это второй этап? Да, это второй этап закончился, второй этап сейчас. Следуя здравой логике, журналистов как раз стоило приглашать на первый этап. Но это следуя здравой логике. Между тем, подрядчик и Андрей Костин совершенно уверен. Работы выполнены, по его мнению, хорошо и раньше срока. Однако спешка, как показывает практика, далеко не плюс. Как пример, тот же руководитель дирекции строительства «Школа будущего». Сергей Баранеску также однажды гордился тем, как быстро они слепили дорогостоящий объект. А после он оказался абсолютно не готов. Подключены, значит, ко всем энергоресурсам, к теплу, к воде, к канализации, к свету. За Байкале это еще никто не строил за столь рекордные сроки. Андрей Костин уверен, дорожное полотно продержится несколько лет. В противном случае заявляет, если что-то пойдет не так, и подрядчик откажется исправлять недочеты, систему штрафов никто не отменял. Вот только федеральные миллионы в этот участок дороги уже закатаны. Анжелика Понебрашина, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проблем много, денег мало. Далее нескучно расскажем о налогах и бюджете. Казалось бы, богатый край, но такая бедная столица. О том, почему у города мало собственных средств на решение собственных же проблем смотрите дальше в сюжете Вячеслава Бортницкого. В июне 2023 года депутаты городской думы вышли с инициативой пересмотреть межбюджетные отношения между городом и краем. Львиная часть налогов, собираемых в городе, уходит именно в край. Чите достаются сущие копейки. Налоговая инспекция собирает с территории, ну в данном случае территории муниципалитета, возьмем так, 100% НДФЛ. Вот из этих 100% НДФЛ 15% идет в бюджет города, 85% идет в бюджет Забайкальского края. Вот в чем пропорция заключается. 15,85. Депутатский корпус вышел с инициативой внести изменения в закон о межбюджетных отношениях и перераспределить. То есть, если сегодня 15,85, то городские депутаты предложили сделать 25,75. Это даст примерно полтора миллиарда рублей в городской бюджет, которыми город может распорядиться сам. Без указки с Чайковского, 8. С верхних этажей которого зачастую не видно насущных городских проблем. Перераспределение необходимо. Например, в соседнем Улан-Удэ распределение давно 25 на 75. Но более того, Хурал рассматривает возможность 30 на 70. В Хабаровске тоже ситуация иная. У нас в городе Хабаровске предусмотрено законом субъекта 4,5% дополнительно к 15%, которые установлены в бюджетных кондексах Российской Федерации. Это в целом именно по поступлению налога. Даже при, казалось бы, большей доходности Хабаровск имеет дефицитный бюджет. Что уж говорить о Чите. Коллега читинских депутатов поделился планами Гордумы Хабаровска на пересмотр и других налогов. Налог на имущество организации. Он, я не знаю, как в Забайкальском крае он взымается, он в городе Хабаровске, в Хабаровском крае он взымается на 100%. В 2012 году был указ президента Российской Федерации о том, чтобы рассмотреть возможность правительства Российской Федерации о поступлении средств за взымание этого налога в местные бюджеты. Поэтому имеет смысл муниципальным депутатам обратиться в Законодательную Думу субъекта для того, чтобы вопросы рассмотрели. И, возможно, все-таки налог на имущество организаций нам бы тоже не помешало бы, конечно, только бы 10% оставлять именно в городе. Стоит понимать, что когда есть собственные средства, то можно решать именно городские проблемы. Когда же деньги дает правительство края, то ремонтируется только то, на что указали Щековского 8. И убираются только те свалки, которые не угодны Щековского 8. Решась, будет ли новое распределение Заксобранию. Новому Заксобранию, членом которого, кстати, стал экс-сити-менеджер Сапожников. Ему, как ставленнику губернатора Осипова, было проще, будучи градоначальником. Он с протянутой рукой двери на Щековского 8 открывал, если не спинка, то довольно уверенно. Другой вопрос – куда тратились запрошенные средства? Сейчас же администрацией города руководит целый экс-зампред правительства края. От меня здесь мало что зависит. Все зависит от законодательного собрания и от позиции субъекта. Законодательная инициатива зашла в законодательное собрание, то, которое направили как раз депутаты городского округа Городчита, для того, чтобы сделать межбюджетные отношения наши несколько иными, ниже чем они есть сейчас. Я уже даже писала единожды в своем посте, когда только пришла, о том, что действительно денег городу не хватает. И я очень сильно надеюсь на то, что все-таки межбюджетные отношения будут выстроены именно в том русле, в котором предложили депутаты. Это уже имеется на территории практически всех административных центров всего Дальнего Восточного федерального округа. Это логично. То есть, если мы хотим, чтобы город был красивый, ухоженный, чистый, на это нужны соответствующие финансовые средства. Здесь в данном случае я не говорю ни о повышении никаких зарплат, я не праве-то. На самом деле, все, что связано с НДФЛ, это не про то, чтобы увеличить заработную плату кому-либо, а как раз именно для того, чтобы направить эти финансовые средства на те глубоко-далеко нерешаемые проблемы, которые у нас существуют порядка 20 лет в городе. А их очень много. Проблем много, денег мало. С нетерпением ждем первых повесток заседаний в законодательном собрании Забайкальского края. Вячеслав Борнинский, Евгений Погорелый и Иван Корнев. ЗАП-ТВ Исполняющая обязанности, руководитель администрации Читы Инны Щеглова находится в командировке в Москве. Она проходит обучение в связи с новой должностью. Об этом 28 сентября сообщил глава города Евгений Ерилов на заседании городской думы. Дума Читы на внеочередном заседании 6 июля, напомним, большинством голосов выбрала зампреда правительства Забайкальского края Инну Щеглову новым сети-менеджером. Чиновница написала заявление на увольнение из регионального правительства с 24 июля, а 25 числа начала руководить администрацией Читы. Обязанности руководителя администрации города до нее исполнял Андрей Гринишин. В России с 12 октября начнет действовать уголовная статья, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Теперь умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будет наказываться тюремным сроком до 9 лет лишения свободы. Изменения в уголовный закон вступают в силу 12 октября. Отметим, что ответственность за совершение схожего деяния также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности. Ранее сообщалось, что замгубернатора Забайкалия Аигму Ванчикову оштрафовали на 3000 рублей за сбор краснокнижных цветов. Большинство опрошенных жителей Забайкалия считает, что новый состав ЗАГС Собрания Края с абсолютным большинством от Единой России результат использования административного ресурса и вмешательства со стороны исполнительной власти. Этот вариант ответа собрал 86% от общего числа голосов. За другие варианты проголосовали так. 2% считают, что выборы – это результат реального воли и заявления жителей Забайкалия. 2% – что результат работы политтехнологов. 8% считают результат пассивностью и политической неграмотностью населения. И 2% сказали – я политикой не интересуюсь. КСП Забайкальского края проводит проверку облагоустройства общественных территорий. Ведомству необходимо узнать ваше мнение о трех обустроенных городских парках – Солнечный, Гагаринский и Угольщиков. В связи с этим жители краевой столицы просят принять участие в опросе на сайте КСП. Также проголосовать можно в аккаунте сетевого издания «Запру» в социальной сети ВКонтакте. Результаты будут использованы при подготовке обоснованного мнения КСП по результатам проверки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Депутаты Читинской думы вышли с каникул и провели первое заседание. Корректировка бюджета, отсутствие сети менеджера, медаль депутату и другие вопросы смотрите в материале моих коллег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, 17 человек у нас есть. Кворум для принятия решений есть. Дума правомощно рассматривать вопросы. Заседание думы объявляю открытым. Следующим вопросом было повышение статуса военнослужащих. Также депутат Александр Щебеньков заострил особое внимание на отсутствие сети менеджера Читы Инны Щегловой на первом заседании Городской думы после летних каникул. Мне бы хотелось знать, у нас сегодня первое заседание после лета, после каникул, и на этом заседании я не вижу у нас вновь избранного нового сети менеджера. Или у нас Андрей Викторович дальше продолжает руководить городом. Как бы хотелось узнать, а где Инна Сергеевна, то это у всех как бы в голове. Евгений Рилов объявил, что Щеглова находится в командировке на учебе. Как руководитель муниципального образования она повышает свою компетенцию, обучаясь руководить городом. Депутат городской думы Александр Щебеньков во время заседания также возмутился предложению наградить депутата ЗАГС Собрания Забайкальского края Владимира Иванченко медалью за заслуги перед гордым. Откуда у чиновников страсть к блестящим побрякушкам? Я Владимира Юрьевича знаю давно, но тем не менее, тем не менее, я, например, буду голосовать, я воздержусь или голосовать против, в принципе, все это то же самое. Сейчас объясню, почему свою позицию. Владимир Юрьевич давно работает депутатом у себя на округе. Если взять по такой аналогии, то каждый из нас, практически каждый из нас, кто здесь находится, хотя бы второй созыв, не говоря уже про третий или про четвертый, тогда достоин не только медаль, он уже ордена достоин. Потому что если говорить о площадках, например, там кто сколько поставил, тут можно поспорить, кто и как, и с какой, и с какими, например, там я имею в виду, на какие финансы построили эти площадки. А то, что сейчас работа на округе в Черновском районе проведена, ну я думаю, Василий Турсабаев найдет вариант, как отблагодарить депутата, который работает у него на округе. Поэтому сейчас даже не придя сюда, во-первых, это вообще в принципе, наверное, не очень правильно. Александра Щебенькова больше всего возмутила, что Иванченко даже не пришел на заседание городской думы, и никто из присутствующих не смог внятно объяснить, за какие заслуги его следовало бы наградить. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Евгений Погорелый, Павел Шухляев, ЗАП-ТВ. ЗАП-ТВ Количество вакансий ограничено. Команда профессионалов в сфере предоставления услуг ЖКХ нуждается в пополнении. Управляющая компания Читы ищет в свои ряды ответственных и готовых к работе сотрудников для успешного развития организации. Все подробности смотрите в материале Виктора Славьева. Управляющая компания «Лидер» с 2008 года занимается обслуживанием многоквартирных домов в Ингодинском районе Читы. Сейчас на балансе организации находятся 223 дома, и главная цель команды «УК «Лидер» – это предоставление качественных коммунальных услуг своим потребителям. Мы существуем 15 лет. В этом году, кстати, у нас юбилей. У нас работает более 300 высокопрофессиональных сотрудников, которые обслуживают более 200 домов. У нас имеется полный комплект современной необходимой техники. У нас имеется круглосуточная оперативная аварийная служба. Кроме того, мы очень активно взаимодействуем с советами многоквартирных домов, а также с ТОСами. Несмотря на полное техническое оснащение и численность сотрудников более 300 человек, «УК «Лидер» нуждается в пополнении штата. Как и у любой другой управляющей компании, у «Лидера» имеются свои проблемы, над которыми руководство активно работает. Но главная задача на сегодняшний день – это поиск ответственных сотрудников в свою команду. Основная проблема – это нехватка специалистов и рабочих рук. Сегодня в нашу управляющую компанию для дальнейшей успешной работы и развития срочно требуются электрики, сантехники, сварщики, дворники, уборщицы, плотники. Конечно, мы предупределяем требования, определенные к нашим сотрудникам. Это ответственность, коммуникабельность, аккуратность. Требования к сотрудникам и преимущества компании – информация полезная, но лучше всего работает практика. Сергей Александров был в поисках работы более двух месяцев, пока не узнал про управляющую компанию «Лидер». Дворник работает в организации чуть более месяца и за такой короткий срок уже успел убедиться в надежности компании, оценить руководство, коллектив и, самое главное, свою первую зарплату. Через знакомых я нашел лидер компании, устроился дворником. Так, пока по состоянию здоровья я не смог на тяжелую работу пойти. Замечаний к руководству нету, сотрудники дружелюбные, зарплата достойная. Устраиваясь на работу в управляющую компанию «Лидер», вы получаете официальное трудоустройство, стабильный заработок в успешной компании, полный социальный пакет и проезд до работы из отдаленных районов за счет компании. Также УК «Лидер» развивается не только в сфере предоставления коммунальных услуг, но и работает над сплоченностью своей команды. Организация праздников, проведение различных мероприятий для коллектива и полная поддержка сотрудников. Звони 8-914-430-18-47 или приходи по адресу город Чита, улица Ингодинская, 6. Управляющая компания «Лидер», достойная работа в команде профессионалов. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом, программой, под нашими выпусками новостей. На ютюбе делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска Чита Моторс. Официальный дилер Череп в Забайкальском крае. 30 сентября в субботу погода будет облачной с прояснениями. Ветер западный 2 метра в секунду. Ночью температура от 3 до 6 и от 14 до 16 градусов днем. Черри-центр Чита предлагает современные стильные кроссоверы Черри. Выгодные условия по обмену вашего автомобиля на новый Черри. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»